Вести Карачаева Черкесия Руководитель региона Рашид Тимрезов В видеоприеме принял участие в приеме граждан в режиме видеоконференц-связи, который по поручению президента страны провел полномочный представитель президента страны в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайко. В видеоприеме принял участие житель хутора Фроловского Зеленчугского района Валерий Брянцев. От имени жителей сельского поселения он озвучил просьбу по реконструкции фельдшерско-акушерского пункта во Фроловском. Данный вопрос уже находится в проработке. Мы приняли решение о строительстве нового пункта в хуторе, рассказал глава республики Рашид Тимрезов. По его словам, уже готова проектно-сметная документация. К 1 сентября досрочно будет сдан ФАП и налажена система маршрутизации больных с Зеленчугской центральной районной больницей. Команда врачей из Санкт-Петербурга во главе с гендиректором Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгением Шляхту посетили региональный сосудистый центр на базе Республиканской клинической больницы. В рамках визита обсуждались вопросы летальности и смертности от болезней системы кровообращения, необходимости активизации работы с пациентами, имеющими хроническую патологию сердечно-сосудистой системы. Специалисты из Санкт-Петербурга отметили динамическое и быстрое внедрение информационных технологий в здравоохранение Республики. Они также дали положительную оценку открытию в регионе кардиологического диспансера, имеющего в своей структуре Центр управления сердечно-сосудистыми рисками. Корпорация малого и среднего предпринимательства провела открытый диалог с предпринимательским сообществом Карачаева-Черкесии, старший советник генерального директора корпорации Виталий Машков рассказал про инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства. До 25% увеличена квота на закупки у малого и среднего бизнеса крупными компаниями с госучастием. Предпринимателям также доступны три антикризисные программы кредитования. Всего за первые пять месяцев этого года малый и средний бизнес Республики получили финансирование на общую сумму 279 миллионов рублей. На 84% вырос объем закупок крупных компаний с госучастием у малого и среднего бизнеса Карачаева-Черкесии. За первые пять месяцев текущего года крупнейшие заказчики компаний с госучастием заключили договора о закупке с малыми и средними компаниями нашей Республики на общую сумму более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Прирост относительно аналогичного периода прошлого года составил более 84%. Впервые Всероссийский конкурс молодежных проектов в этом году пройдет в Карачаево-Черкесии на базе высокогорного форума «Махар». Об этом рассказал ректор Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Таусултан Узденов. Наш проект, имеющий достаточно богатую и интересную историю, уже на всероссийском уровне признан. И заявка наша прошла, поддержана. И теперь на базе этого форума, Махарского форума, будет проводиться форум по отбору социальных значимых проектов, молодежных проектов. Это очень престижно для молодежной политики нашего университета, естественно, для нашей Республики. Хочу поблагодарить наше министерство молодежной политики. С 6 по 23 июня Росстат проводит выборочное наблюдение репродуктивных планов населения. Оно основано на выборочном опросе с периодичностью один раз в пять лет во всех субъектах страны с охватом 15 тысяч домохозяйств. В Карачаево-Черкесии обследование пройдет в домохозяйствах в пяти населенных пунктах – Черкесске, Тиберде, селе Хасаут-Греческом Зеленчукского района, аули Зиюка Хабесского муниципального образования и селе Красный Восток Малокарачаевского района. Наблюдение будет проводиться методом опроса членов семей по месту их проживания. Полученные от населения сведения строго конфиденциальны и не подлежат разглашению. Программу бесплатных поездок на такси для ветеранов Великой Отечественной войны запустили во всех регионах страны, в том числе и в Карачаево-Черкесии. Она будет действовать до конца текущего года. Воспользоваться услугой ветераны из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны могут вне зависимости от цели поездки. Главное условие – номер телефона ветерана или его официального представителя должен быть известен Управлению социальной защиты населения республиканской столицы. Он будет использован в качестве идентификатора для подтверждения тарифа ветеран. 17 июня этого года услуга заработает в Черкесске. Для заказа такси обращаться по телефону Управления социальной защиты населения города 26 14 17. Операторы горячей линии Карачаево-Черкесского отделения Пенсионного фонда России с начала года помогли 24 000 граждан, комментирует информацию руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда Республики Анна Шаганова. За пять месяцев 2022 года специалисты горячей линии отделения Пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии помогли получить ответы на вопросы, связанные с пенсионным обеспечением и мерами социальной поддержки более чем 24 500 жителей Карачаево-Черкесии. Чаще всего граждан интересовали темы назначения индексации пенсии, социальных выплат на детей, получения материнского капитала. В топ самых частых обращений граждан вошли такие вопросы, как срок выплаты пенсии, результат рассмотрения заявлений на ежемесячные пособия, оформление справок и документов, использование электронных сервисов Пенсионного фонда. Жители Карачаево-Черкесии стали активнее пользоваться услугами горячей линии. Каждый может получить информацию по всем вопросам, связанным с мерами социальной поддержки, по телефону 8 800 600 02 91, режим работы понедельник-пятница с 8 до 17 часов. Получить консультацию жителей региона также могут, написав обращение через онлайн-приемную на сайте Пенсионного фонда. Работы 16 авторов из Карачаево-Черкесии включены в антологию художественной публицистики народов России. В Черкесске прошла презентация данного издания. Антология – уникальный социально значимый просветительский проект, способствующий укреплению межнациональных связей и развитию межнационального сотрудничества. Издание включает произведения 134 авторов на 45 национальных языках народов России, обзорные статьи и биографические материалы, среди них работы авторов из Карачаево-Черкесии. С 4 по 18 июля в картинной галерее Государственного Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника имени Марии Байчоровой пройдет республиканская выставка-конкурс работ самодеятельных мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». В мероприятии примут участие самодеятельные мастера изобразительного и декоративно-прикладного искусства, моделиры-дизайнеры и реставраторы национальных костюмов. Посетители смогут ознакомиться с технологическим процессом создания изделий народных художественных промыслов. В год столетия Карачаево-Черкесии откроется экспозиция в Красногорской сторожевой башне XIX века. Об этом рассказал директор Государственного Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника имени Марии Байчоровой Хаджимурат Ильканов. Хочу сказать, что мы, как часть Министерства культуры Карачаево-Черкесской республики, мы музеем, имею в виду, одними из первых начали осуществлять эти мероприятия. В этом году у нас экспозиция, постоянно действующая на Красногорской башне по плану. Красногорская башня тоже, естественно, один из наших, я надеюсь, будет передовых филиалов, так же, как и музей-памятник защитникам перевала Кавказа, потому что он находится на федеральной трассе, и не только у гостей Карачаева-Черкесии, но и у местных жителей очень большой интерес к этому объекту, всем хочется зайти на территорию. А мы планируем и обустроить, благоустроить и внутри дворовую территорию, и создать еще постоянную экспозицию в самой башне. Карачаева-Черкесия поднялась на 26-ю строчку федерального зачета в национальном экологическом рейтинге регионов России по итогам весны 2022 года, улучшив при этом ряд своих показателей сразу на 4 пункта. При этом республика вошла в число двух регионов Северокавказского федерального округа, в которых наблюдается положительная динамика в природоохранной деятельности. Сводную таблицу, где проанализирована экологическая ситуация в 85 субъектах страны, опубликовали в канун Всемирного дня окружающей среды. В целом по стране самым благополучным субъектом была признана Тамбовская область. Архыская сосна, которая уже без малого два века, снова борется за звание Российское дерево года. Проголосовать за него можно на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» до 1 августа. Подробности сообщила советник министра природных ресурсов и экологии Медина Буташева. Архысская сосна снова борется за звание Российское дерево года. Проголосовать за 200-летнее дерево можно на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» по ссылке rozderewa.ru в период с 1 мая по 1 августа 2022 года. Сосна обыкновенная, высотой 30 метров, растет на поляне Таума в окрестностях села Архыс. Конкуренцию нашему дереву составляют 60 деревьев из различных регионов страны. Все деревья-участники занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Мы призываем всех жителей Карачаева Черкесской республики, патриотов и истинных ценителей, любителей и родной природы принять участие в выборе российского дерева 2022 года. Номер Архысской сосны на сайте для голосования 22. К началу летнего туристического сезона скорость мобильного интернета и объем трафика на территории курортов Архызы Дамбай выросла в два раза. Это стало возможным благодаря установке в населенных пунктах и популярных курортах Карачаева Черкесии нового телекомоборудования и модернизации существующего. В ожидании наплыва туристов МТС улучшила покрытие на территории всей республики, уделив особое внимание Зеленчукскому, Карачаевскому и Малокарачаевскому районам, где расположены популярные курорты. А в туристическом поселке Романтик установлена базовая станция. В результате модернизации оборудования у туристов, предпочитающих для отдыха и прогулок труднодоступные высокогорные локации, есть возможность оставаться на связи даже в период повышенной нагрузки на сеть. Курганные могильники эпохи Средней Бронзы исследует группа специалистов в Карачаевой Черкесии. За изучение этого объекта археологи планировали взяться давно, однако к раскопкам приступили только сейчас, потому что в ближайшее время здесь планируют провести работы по расширению дороги. И это была последняя возможность специалистов изучить содержимое. Пока что им удалось обнаружить семь погребений. К сожалению, не везде останки предков удачно сохранились. Тем не менее, работы у антропологов предостаточно. Достопримечательности Карачаевой Черкесии появились на почтовых открытках, которые выпустила в оборот Почта России совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом. В почтовую коллекцию вошли фотокарточки с красотами 20 российских регионов, включая и Карачаеву Черкесию. Причем для каждого субъекта выпущено 5 вариантов открыток с разными достопримечательностями. Об этом рассказала начальник черкесского почтамта Аминат Шудакова. Более тысячи тиражей. Эти карточки можно приобрести абсолютно во всех отделениях Карачаевой Черкесской Республики. Также за Карачаевой Черкесской Республикой можно приобрести в Москве. Преимущество этих карточек заключается в том, что они все выполнены в одинаковом стиле. То есть для людей, которые коллекционируют сувениры с разных регионов, это отличная находка. Лето – щедрая пора овощей, фруктов, ягод и зелени. В это время года мы можем получить макро- и микроэлементы и витамины. Однако при несоблюдении элементарных норм гигиены, а также неправильном мытье ягод, овощей, фруктов и зелени, мы рискуем заразиться кишечными инфекциями и гельминтозами. Комментирует информацию пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Карачаевой Черкесии Елена Покровская. В летний период актуальные вопросы качества пищевых продуктов. И на первый план, конечно, становится безопасность пищевых продуктов. Именно поэтому мы всегда говорим о том, что в летний период нужно неукоснительно соблюдать правила личной гигиены. Это в первую очередь мытье рук, это мытье фруктов, это правильная работа с детьми, обучение детей основам гигиены. Очень актуально употреблять пищевые продукты гарантированного качества. Народный фронт в Карачаевой Черкесии предупреждает жителей республики о том, что в социальных сетях активно распространяется недостоверная информация, связанная со специальной военной операцией на Украине. Посты и статьи, порочащие честь и достоинство наших военных, разоблачаются практически ежедневно. Комментирует информацию член регионального штаба Народного фронта в КЧР Денис Струговцов. Хочу обратиться с предостережением к нашим людям. За последнее время, точнее за последние три месяца кратно увеличились случаи в сети интернет появления недостоверной информации. Так называемые фейки появляются как грибы после дождя, и связано это с проведением нашей страной специальной военной операции. Ложь о наших вооруженных силах поступает из специально созданных западных структур. Низкопробные фейки распространяются гражданами либо из преступных целей, либо просто по незнанию. Напоминаю, что по новому российскому законодательству за это предусмотрена административная и уголовная ответственность. Прошу вас проверять информацию, прежде чем ее пересылать кому-либо. А лучше всего получать информацию из официальных источников наших СМИ и органов государственной власти. В Черкесске прошел благотворительный фестиваль «Забег ради жизни» в поддержку онкобольных детей. Мероприятие проходит под эгидой главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова в пятый раз, и в этот раз в нем приняли участие более четырех сотен жителей республики. Участники пробежали от улицы Первомайской по проспекту Ленина до пересечения с улицы Умара-Лиева. За все время проведения фестиваля удалось собрать 800 тысяч рублей и помочь 27 семьям. С 10 по 12 июня впервые в Тиберде пройдут соревнования по северной ходьбе. Состязания состоятся в усадьбе Тибердинского национального парка. Участники мероприятия будут состязаться в двух дисциплинах – гонка 5 километров и эстафета 2 на 2. В рамках турнира пройдут и фан-заходы на 1 километр для детей и взрослых. В микрорайоне Московском в этом году появится первая в Карачаево-Черкесии долгожданная умная спортивная площадка, оснащенная камерами и системой учета посетителей. Об этом рассказал первый заместитель министра по физической культуре и спорту Ахмед Агапсов. Мини-стадион, чтобы было понимание, там присутствует клейкоатлетическое ядро, есть футбольное поле размерами 60 на 30. Будут установлены антивандальные тренажеры, также будут установлены тренажеры-воркаут. В комплекте оборудование предусмотрено и наличие баскетбольной и волейбольной площадок. Таким образом, здесь, скажем так, любой желающий может найти свое на этом стадионе. Мы планируем, что данный объект у нас будет завершен примерно к осени, в зависимости от темпов работ, зависимости от каких-то погодных условий. 12 июня на Республиканском ипподроме состоятся конно-спортивные соревнования, посвященные Дню России и столетию Карачаевой Черкесии. В рамках скачек пройдут пять заездов на лошадях чистокровной английской верховой породы и один заезд на лошадях трех лет и старше. 11 июня во Дворце культуры имени Умара Хабекова, Ола Хабес, состоится первенство Карачаевой Черкесии по вольной борьбе. Посвященное памяти мастера спорта СССР по вольной борьбе заслуженного работника сельского хозяйства России Юрия Аргунова. Радио России. Карачаева, Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременно дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха до 29 градусов. В горах местами плюс 14-19. В Черкесии без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 28 градусов. Общество с ограниченной ответственностью Вулкан требуются операторы оборудования, электромонтеры, прессовщики, подавальщики. Черкесск, Пятигорское шоссе 23-8938-038-84-37. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.